Я думаю, что я на этом остановлю свой выбор Зная, что я буду сниматься в магазине меха и кожи Фабиане Прихватила с собой свою шапку-чернобурку Она черно-серого цвета, пышная Думаю, что можно как-нибудь обыграть эти цвета Тем более дубленка, я очень люблю Вот такие дубленки тоненькие, аккуратненькие Я думаю, что еще и теплые Я выбрала Это вот как раз подойдет к такому образу, немножко хулиганскому То, что я и хотела сегодня именно И очки, которые я только что купила, тоже подойдут В общем, все, все клево На мне была очень дорогая белая шуба с норки Мне очень понравился мой образ Его можно было сравнить с образом Кеннеди Жаклин Кеннеди Очень дорого, без эмоций, но в то же время эффектно По поводу образа, которого меня создали Точнее, я сама себе его создала Мне очень понравилось Я хотела выглядеть такой элегантной, женственной И такой очень состоящейся женщиной На самом деле шуба, которая была на мне Такого серо-голубого цвета Мне кажется, она мне очень подходила К моей темной коже, к моим темным волосам И такая вся темненькая в этой серой шубе Мне казалось, что очень круто выглядела на самом деле Чего-то мне хотелось, чего я еще не делала Я была официальной такой деловой Я уже была в этом проекте Такой дамой серьезной Дамой романтичной Дамой такой о-ла-ла Но не была еще вот такой Хотелось попробовать себя с новой стороны Заплела себе косу Ну, точнее, мастер заплел мне косу Спасибо ему Хотелось чего-то такого, этнического Шуба шикарная Дубленка Слышишь, муж? Дубленка шикарная Больше всех мне понравился образ Любы Кречетовой Она просто неподражаема С этой косой, в этой длинной шубе Русская такая девушка-красавица Нет слов Любочка молодец Главный приз проекта Годовое обслуживание в салоне Инспа Салон Фабиани в Меге Секция 205 Не устает радовать своих покупательниц Стильными новинками Новая коллекция Осень-зима 2013 года Тубленки и шубки Из меха-норки для милых дам Ждем вас в Меге Секция 205 Обои, которые могут подчеркнуть именно ваш стиль Отразить именно вашу индивидуальность И создать уникальный интерьер Уютный дом Улица Текстильная, 118 Сначала я померила две шубы Но они оказались на мне очень большими После этого я спросила Есть ли у них какая-нибудь жилетка И для меня подобрали замечательную черную жилетку Образ получился в целом очень хороший Мне очень понравилось Думаю, что я была красива Думаю, что я смогла красиво преподнести эту шубу Этот Мег Считаю, что я не была худшей И надеюсь, что тотем достанется мне Ну что ж, уважаемые члены жюри Давайте приступим к обсуждению того, что мы сегодня увидим И свидетелями, в чьего мы стали Как вам понравилась Недельская Снежана? Мне Снежана очень понравилась Она мне рассказала, что она, когда зашла в магазин Первым делом увидела эту шубу И в нее сразу влюбилась Поэтому образ, естественно, главным элементом образа стала Это белая шуба Яковлеву Алину Как вам понравился ее образ? Вот эта вот озорная, милая девчонка Не знаю, мне показалось, что, во-первых, одели не ее жилет абсолютно Она в нем была, как в таком-то мешке Я собралась в этом жилете И она такая, вот этот большой такой кокон И она такая маленькая Вся в нем потенала Ну, жилет однозначно лучше, чем шуба Как ты говоришь, в 17 лет жилет ей рановато носить Но это в любом случае лучше, чем, например, мёртвая длинная шуба Если снижание, она как-то подошла, да, по-добрости Мне кажется, там должна была быть какая-то дубленка Ну, у нас нет возможности и не было времени Ну, из образа, вот, кстати, у Алины очень хорош был хостер Потому что, если бы у нее была прическа с этим жилетом, то это было бы, конечно, вообще подлежно Потому что она была вся скучная хостер, я узла на ней хостер Какая-то грищая такая, вот такая дубленка Все-таки она пыталась быть озорной девушкой, да? Я постаралась именно подчеркнуть ее молодостью Наверное, это ей удалось решать потом зрителям, конечно, в конечном счете Малышка Татьяна, вот она одела свою голубую шубу, вышла Потому что я вам честно скажу, все вокруг ахты и охты Женщины, кому за, не прям всем понравилось Татьяна была, ну, простите, баба Рязанца Вот эта шуба, она такая дародная в ней получилась, очень редкая Мне кажется, что она, этот фасон испортил Татьяну И сыграл с ней, можно сказать, в ней шуба Эта шуба хороша, сама по себе, но не для Татьяны Потому что видно было, что она космосила тарелки Она и представитель не смогла достойно Потому что ее образ не получилась, вот была Таня и шуба Которые совершенно друг другу не доходили Друг друга хотели, которые еще и портили друг друга Ну, наверное, было на ее месте, нужно было повоевать и что-нибудь другое Выбрать себе все-таки в этом отделе Может быть, другого образа Подобрать более тщательно Потому что на самом деле это не ее И смотрелось это не то, что отдельно, а, наверное, и не по возрасту, и не по статусу Абсолютно никак Очень хочется пожелать Татьяне, чтобы она на будущее внимательно присматривалась к тем вещам, которые она делает Рябченко Светлана, вот у нее коротенькая дубленочка Она сказала, что она хочет быть озорной, авторовой, такой хулиганской девчонкой Как вам кажется? Удался ей это? Она получилась, озорная такая очень Чересчур? Да, чересчур Место, откуда она приехала, не угадывает Мне показалось, с точки зрения прически, она как-то немножко не угадала То ли не успела к зеркалу подойти, то есть вот локон немножко торчащий Мне кажется, она нет Беспорядок, да, на голове? Она его даже делала, она даже ходила, уходила там в комнату какую-то свою Создавала там эту прическу с каким-то утюжком, там еще что-то Пыталась, но абсолютно не получилось ничего То есть стиль бэтхэд, да, который растрепанной головы, он не удался Просто получилась девочка непричесанная Неряшливая Неряшливая Очки в совокупности с этой короткой курткой И какой-то дешевый байкершей пуснула оттуда, честно Намного органичнее вот в шилетке Алины Яковлевич И смотрелась на себя, она реально, когда бы была такая, мадама такая, скажем И эта прическа, если брать ее как по французскому стилю То мне кажется, когда бы что-то сошло Давайте продолжим обсуждение Как вам понравилась Люба Кречетова? Вот она в своей этой дубленке С косой до пояса, а-ля русская красавица Лично меня она разочаровала в этот раз Потому что это дубленка У меня сложился образ, что она молодая мама Она собралась идти гулять с ребенком Одела очень удобную эту дубленку и пошла То есть очень просто, без всяческих там задумок Она оделась и в шилетке Не затейлива тогда? То есть как такового образа у нее не было, на мой взгляд Образа не было, мне понравилась все, знаешь, отдельно Прическа у Любы очень понравилась, ее макияж Отдельная она, конечно, да, Шульте? Да, она была красотка, но образ не получился Она не смогла обувь подобрать подходящую там совершенную Там совершенно не из этой обуви Да, там были позапрошлогодние обуви Да, она еще не очищенная замша, прическа Не очищенная, да, по-моему, от лета Не понятно, там каблук, не каблук Конечно, особо уже получился провал Хотя подготовиться время было Ну, это, опять же, дело вкуса, да И я вот хочу защитить дубленку Ненавистные дубленки Женины В принципе, сама дубленка была достаточно хороша И на Любе она очень хорошо смотрелась, да То есть она такая милая, русская девочка получилась Зимний такой образ Сразу хочется масляница, блины, водка, красная икра То есть она вписывается в этот образ Хорошо или плохо? Если говорить об образе русской девушки То сегодня больше всего этот образ удался именно Марине Клоповой Вот она себя презентовала как бы русская боярня Которая выехала за рубеж, за границу Вот тут в мехах, в шапке меховой И все сказали, вот она русская Ирония судьбы получилась В хорошем смысле ирония Она чем-то отдаленно напоминала Барбару Гридису В принципе, неплохой образ Говорят даже, что она шапку с собой привезла из дома Но шапка в самом деле ее очень хорошо дополняла Молодец, Марина В этом плане она, конечно, чувствовала, что у нее были хоть какие-то задумки Она попыталась их реализовать В этом плане, да, молодец Привезла шапку, образ более-менее получился Единственное, она не смогла до конца его представить, мне кажется Я тоже заметил, что она не смогла обыграть свою шикарную дубленку Роскошный воротник, к которому можно было поиграть То есть у нее в позе она вот встала И все Это вот как раз то, что она смогла Когда дубленка смотрелась хорошо Что ж, а теперь у нас очень сложная задача Нам нужно с вами определить, кто будет лучшей сегодня Кому мы подарим тотем И уже наверняка эта участница попадет в финал В финальный этап конкурса И кого мы поставим на голосование, номинацию На выбывание Давайте приступим к обсуждению вот этого Уважаемые претендентки на титул Мисс Лето Вот и подошло к концу еще одно конкурсное задание И как вы сами понимаете, у нашего жюри есть что вам сказать Давайте послушаем Я в целом сегодня недоволен вами всеми В целом, потому что каждый знал, что будет в задании Именно с верхней одеждой связано И можно было подготовиться гораздо лучше Кто-то позаботился о наличии сапог, аксессуаров, даже шапки Кто-то, к сожалению, даже зимнюю обувь, хотя бы куда-нибудь сезонную, закрытую, не смог найти То есть вот эти мелочи, которые в принципе дополняют образ Они его не создают, да, они его дополняют Они не были продуманы Вот это минус больше С Александром я в целом согласна Единственное, я уже сегодня членам жюри говорила Ваша защита, да, о том, что у нас не было времени подготовиться Времени было очень мало То есть у нас не было возможности перемерить там кучу дубленок, шуб, да Вот, поэтому исходя из того, что мы успели сделать, мы сделали Девочки, хотелось бы сказать, что у нас, напомни точнее даже У нас телепроект, у нас не фото, а конкурс У нас кроме картинки есть еще звук И поэтому каждое свое задание вы должны себя представлять В данном случае я опять увидел невразумительное представление Вытащите уже в конце концов кашу изо рта Научитесь четко и лаконично доносить свои мысли Ведь вы будущее лицо телеканала И вы должны разговаривать, при том разговаривать красиво И еще чего мне от вас до сих пор не хватает А мы, кстати, уже, как сказала Лера, на финальной части проекта Вы не готовитесь Вы приходите и думаете, что моя красота, где-то моя импровизация Где-то моя интуиция поможет мне, сыграет на пользу Но это не так И видно, что только единицы из вас даже продумали такие мелочи Как какие-то аксессуары, обувь, головные уборы Вы должны четче, наверное, тщательнее готовиться Чтобы действительно стать лицом первого областного канала Я думаю, что к финалу вы, наконец, порадуете лично меня И приготовитесь так, чтобы я сказал, вау, вы молодцы Ну что ж, уважаемые участницы Я думаю, несмотря на критические замечания в ваш адрес У нас хватит вежливости поблагодарить наши жюри Спасибо большое Ждем вас в следующих проектах Ну что ж, а теперь приступим к объявлению Итогов и вердикта, который вынесло жюри Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!